Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Аня. Сегодня я расскажу о том, о чем меня просят очень часто рассказать. Это вот о том, какие у нас соседи. Вы должны понимать, что мы не можем выйти с камерой. Если бы у нас еще хотя бы была какая-то маленькая, в любом случае это будет палено. Но с камеркой можно, но фотик на штативе. Да, но я представляю себе, люди сидят у себя в саду, я выхожу с камерой, ставлю на них камеру. Я думаю, что их это как бы испугает. Они не поймут, почему... Да какой ты права вообще имеешь меня снимать на моей частной территории? Это бред какой-то. Поэтому так снять сложно именно самих людей. Но я могу примерно рассказать, основываясь на научных фактах, на статистике, какие у нас есть соседи. И вот Ярослав сделает пролет на квадрокоптере, покажет наших соседей и в целом, как вообще выглядят, как у нас располагаются дома. Это, мне кажется, немножко интереснее, чем ходить по улицам, потому что улицы примерно все одинаковые. Плюс сверху грязь, а то все не видно. Да, сверху не видно, если кто-то бросит там бутылку. Ну, так вот здесь. А действительно любят бросать на землю. Значит, наше село находится... В Википедии почему-то не написали, когда его построили. Хотя это важная информация. Ну, пишут, что у нас население 1263 человека. Это не этого года статистик, уже побольше, я думаю. Самая большая возрастная группа 49-59 лет. Это 20% от всего населения. 96,7 из Великобритании и 1,2% не из Евросоюза. Ну, я думаю, что уже поднялось. Почему именно не из Евросоюза? Откуда тогда? И также есть школа, в ней 155 учеников от 3 до 11 лет. Но я думаю тоже, что побольше сейчас. Школа была основана в 1990 году, до этого не знаю, где они учились. Ну, так как Википедия какая-то скучная, ну, я могу, конечно, сделать такую рубрику, читать разные разделы из Википедии, просто своим голосом и смотреть в камеру. Биографии Великих Людей. Да, биографии Великих Современников. Мне лучше не из Википедии, лучше из этой. Есть смешная, как же она называется, где... Лурк Мор, там смешно про мемы всякие. Но они, правда, иногда оскорбляют людей. Вот, я расскажу. Кроме Википедии есть еще социальная статистика, социально-экономическая про наше село. И вот по статистике очень интересно про домовладение. Оно тоже за 2013 год. У нас там, сейчас я бы хотела точно сказать, сколько. Но, в общем, крышу, вы поняли, 70% людей, 70% домов, они выкуплены. Или сейчас выкупаются, или уже принадлежат людям. Потом, процентов 14-15, это кто снимает у муниципалитета. Процентов 5 снимает у... Это housing association, это какая-то ассоциация по расселению людей. Я не знаю, как они работают. Мне что-то там на работе рассказывал Майк как-то. Но там, короче, так было завернуто. Я еще тогда не очень английский, ты понимала. Я так, да, да. Как, не то, что не очень, но вот эти терминологию, там вот эти все какие-то финансовые, как бы сложно понять. И есть очень смешной показатель. 0,3 человека имеют shared ownership. Это он типа с муниципалитетом наполовину. Это его или лоханули, или он что-то тоже так, может, ему что-то объясняли. Он говорит, да, я куплю, да. Я не знаю, кому так повезло, что-то странное. Потом на пособиях здесь по статистике находится 25% людей, но они считают всех. Они считают 25% от населения, от детей, от пенсионеров. И пенсионер не считается, что он на пособиях получает пенсию. Ребенок тоже не считается, а детей куча. Это тоже огромная возрастная группа. Поэтому они пишут, что какие-то там пособия по инвалидности, еще почему-то там процентов 14, и только 4% получают пособия по именно безработице. Но это, конечно, неправда. Это 4% от вот этой возрастной группы, которая вообще может работать. Ой, нет, это 4% от возрастной группы, которая может работать. Это 4% от всего села. Короче, здесь получают пособия 25%. Но если посчитать, что в селе вообще 50% населения это дети и пенсионеры, они вообще не должны учитываться в такой статистике, то получается 25% из оставшихся людей, из 50%, это половина всех людей, которые могут работать, они получают пособия. И это действительно так, потому что вот наш ряд домов, два дома, это вот мы и учительницы, это как бы рабочие люди, и два дома, они полностью не рабочие. То есть у них даже не in-work benefits, вот эти, которые там working tax credit, child tax credit, их просто, ну, я не знаю, что. Может, по воспитанию детей, не знаю, что у них есть, чужие деньги не считаем. Сейчас немножко больше конкретики вот именно про наших соседей, которых мы как бы так чаще видим, потому что некоторых, ну, совсем не видно, я не знаю, они там живут, не живут, вообще непонятные какие-то. Так вот, у нас через одну стенку живет учительница со своим сыном. Ну, что, хорошая женщина, она ходит на работу, такая интеллигентная, я не знаю, что можно сказать про нее. Такая хорошая. С другой стороны, тоже живет женщина с сыном, это которые прямо к нам прилегают. Она тоже нормально, она играет, она не ходит на работу, она играет на компьютере, там иногда, когда проигрывает, там вопли. Вот, иногда она своего сына там кричит, тоже там, там, иди сюда, поменяйте памперс. Ну, она как бы, может, она нервничает из-за этой игры, но она в целом такая нормальная, то есть она выглядит, как говорится, без следов вырождения на лице. Потом через учительницу, вот там вот, это вообще, я не знаю, кто там мать, кто там дочь, потому что мне казалось, что это вроде сначала, что это дочь, потом я поняла, что это все-таки мать, но это невозможно объяснить, видимо, когда люди пьют, и вот, но вроде бы все-таки одна мать, одна дочь, они живут, не знаю, что они вообще делают, как бы, но они в час дня только просыпаются, врубают мусон, не всегда, а может, когда есть настроение, вот, любят вечеринки, к ним приходят какие-то, это, видимо, к дочке все-таки, она, наверное, молодая, приходят какие-то парни, там разные, от 13 до 17 до 18, и они почему-то любят сидеть на улице, на крыше, вот, пристройки, и получается, что они у учительницы, своими, когда напиваются, ногами там свисают, и она им постоянно делает замечание, говорит, уходите отсюда, вол, моя территория, ну, неприятно, что выглядываешь из спальни, видишь, там, у тебя, вот, эта пристройка, там, вообще, пристройка не для того, чтобы по ней ходить сверху, внутри быть, ой, и они, короче, сверху, там, валяются, там, смеются, ну, с другой стороны, если им всего 13-17 лет, это такие подростки, каждый, там, врубал музыку, в таком возрасте, рыгал через окно, то есть, кто что делал, у них вот, а, так это мать с дочерью, они живут вдвоем, а когда только мы заселились, была еще вторая дочь, но она умерла, потому что мы только-только приехали, были похороны, вот, и она умерла от передозировки наркотиков, на какой-то горе, они там пошли, видимо, с этими же парнями, им очень нравится быть на высоте, я смотрю, вот, и... Они всегда на высоте, да, и они пошли, и она, видимо, я думаю, что какие-то спайсы, я не думаю, что именно героин, или что-то такое, говорят, что от спайса тоже хорошо можно, ну, вот, всяких этих курительных смесей, если перебрать, там, можно тоже умереть. А мать, вот это, семейство этого, она, как-то, Ярослав ехал с работы, на автобусе, и говорит, какая-то женщина, как-то, бомжеватого вида, сидит, говорит, и под сиденьем прячется от водителя, пьет вино прямо в автобусе из маленькой бутылочки. Он говорит, я так посмотрел, я думаю, ну, ладно, и он еще тогда не знал, что это наша соседка, вот оказалось, что это она. А что касается людей, которые живут по кругу, довольно много пенсионеров, таких приличных, ходят с собачками, гуляют, я бы так и сказала, что здесь 75-80% вообще полностью нормальных, но 20 есть. Ну, такой район. И, что интересно, по кругу села все дома, или их раньше построили, или я не знаю, в чем была суть. они более престижные. Может, они более престижные, потому что ты, получается, с краю, у тебя прям лес, и ты открываешь окно, у тебя так листья шелестят, птички поют, очень красиво. Мы прям там гуляли, проходили мимо. И я говорю, вот представь себе, открываешь окно, и такой звук, оказалось бы, тоже та же самая деревня, просто на одну улицу, выше, совершенно другой антураж получается. И вот все эти дома, которые по кругу, там все очень хорошие. Потом идет ряд, просто какие-то обычные дома, вот как у нас, ничего такого. Ни плюс, ни минус, как бы, просто нормальное место, но потом в центре села, не знаю, почему, там есть несколько, зачем они вообще это построили? Они построили квартирные дома, то есть, двух-трехэтажные квартирные дома, там две квартиры, то есть, идет первый этаж квартира, второй этаж квартира, а снизу магазин, почта. И вот они это построили, и вот там вот совсем нехорошо. Я не знаю, почему, может быть, потому что в квартиру заселяет кого-то одного, может быть, и он какой-то действительно там наркоман, или что. Это очень странно, то есть, там совсем вот, ну, неприятно, как бы, они даже окна открывают, эти вот, как они разговаривают, кричат. Вот, но что касается этнического состава, то здесь одни, знаете, местное население, вот, и многие любят, говорят, что вот, хорошо, что мы живем там, допустим, я читала в этом, на фейсбуке, тема там, очень часто пишут, какой город выбрать, и вот почему-то очень многие люди, они ориентируются, чтобы не было, там, мусульман, и людей других рас. Это странно, честно говоря, потому что, ну, как бы, жили где мы там, в Кардефе, сколько там. Мусульмане-то не раса. Нет, так я мусульман, и негров, хотела сказать, но поскала поэтому других рас. Ну, сейчас же некрасиво уже говорить негры. И, вот мы в Кардефе жили, это нормально, просто, они иногда стоят так, чисто у тебя под окном, травку могут покурить, такие, как бы, неполеты. Вот, ну, я серьезно, я бы на это не обращала внимания. Может быть, я не знаю, может быть, если бы меня занесло в большой город, именно в такой район, там, где действительно одно какое-то африканское население, может быть, там бы было как-то по-другому. Я не думаю. Мне почему-то не кажется, что это такая серьезная проблема, я думаю, это преувеличено все. А, как я уже говорила, село было построено там в 70-х, 60-х, надо вообще это почитать, тяжело найти. Вот даже в Википедии, я же говорю, не говори точную информацию. И вот Ярослав, когда работал в больнице, у него был там охранник, лично у него, конечно же. Вот. И он раньше жил в этом селе, как оказалось. И он такой, вот они любят, говорит, да, там одни эти были инвалиды, наркоманы, матери-одиночки, построили всех туда, скинули. А я себе думаю, интересно, к какой категории он относился, потому что Мать-одиночка, наверное. Да, Мать-одиночка, наверное. Вот. И он такой, типа, особенный был среди всех, прям. Но он, действительно, он занимался этим, бодибилдингом, пауэрлифтингом, то есть каким-то спортом, не знаю, я не знаю, ну, как-то... Ну, он даже место какое-то занял, он показывал, у него медали есть. Да. Значит, не, ну, как-то здесь все-таки, за пособие. И он говорит, что когда вот он здесь жил, так, ему стоило уехать там на три дня, на неделю, его все время воровали уголь из дома, залезали через окно, были такие алюминиевые окна, и по пристройке такой, через окно, через коридор, и его там, ну, кучу раз вообще обкрадывали, он говорит, вот этот грязный уголь, прям все берут. Но я говорю, если холодно, и не такое возьмешь, чтобы согреться. И вначале было стремно, но сейчас уже нормально. Просто может, то, что вот дома такие, серые, может, первое впечатление может как-то быть таким обманчивым, то, что мы здесь, кстати, в селе же были на одном пожаре, и, а я не знала, если бы я знала, я вообще бы прямо туда, я знала, где был пожар, в каком доме, и я бы прям сюда подошла, я приехала туда, в Кардив, на работу, этот Майк, напарник, говорит, вот мы едем в Корфиле, и почему-то его этот навигатор с Сатнаф вообще вывел через такую дорогу, что я, понимаешь, мы подъезжаем к селу, только когда мы уже к нему подъехали, то есть, есть гораздо более приятный, ну, как нормальный путь через трассу, а нас вывело через леса, какие-то там, через какие-то живописные местности, и вот мы там очистили этот дом, все, и он говорит, а, и надо было, мы за день не успели, он говорит, на второй день надо будет прийти, и я говорю, так надо оставить здесь пару этих мешков, у нас такие там тряпки специальные, а Майк говорит, я здесь ничего не буду оставлять, я себе думаю, блин, тоже, не надо так совсем думать, ну, кто придет ворвать черный пакет с какими-то тряпками, это вообще, я понимаю, люди сидят на пособиях, там, это не значит, что у них какие-то криминалы, там, по-разному жизнь складывается, ну, тут их процент выше, да, не на эти тряпки, я уверена, что им уже просто не нужно, все, заберем, и наш пылесос, там, 1940 года, или какого-то, ой, это смешно, так что, вот такое видео, небольшой обзор наших сетей, простите, что без фотографий, без паспортных данных, следующее видео, я уже надеюсь, будут они из дома, мы хотим поехать на пляж, и я там, ну, вообще-то мы уже ездили, но мы не брали камеру, потому что, во-первых, мы хотели купаться, во-вторых, там надо было посмотреть ракушки, пособирать, ходили по окрестностям, и еще, честно говоря, снимать как-то, ну, только вот фотоаппарата со штативом не хватало, вот, а завтра мы тоже поедем, надеюсь, что прогноз правильный, и будет солнце, и хочу снять видео про пляж, у нас есть очень старый, такой, мезозойский пляж, ну, сколько там, час ехать, да, если человек едет нормально, быстро, может, он и за 40 минут доедет, так как я еду, вот, и второе видео, есть подборка вопросов, с канала, на которые я не успевала ответить, именно напечатать, или там с телефона, потому что, во-первых, они не все отображаются, с телефона, комментарии, вот, так что я еще запишу видео ответы на вопросы, там, конечно, есть такие странные вопросы, но самое главное, я должна сейчас уже ответить на вопросы, я все время забываю, потому что меня спрашивали, тут у меня шрам такой был, на старом еще видео, спрашивали, это аппендицит или аборт, какой аборт через бок, и ты вообще какой-то что-то странный, это аппендицит, это вот ответ на вопрос первый, на его не буду, конечно, больше озвучить, такая глупость, вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал,